В некоторых биографических источниках указано, что герой Советского Союза Николай Леонов родился в Ленинграде. На самом деле его родиной был поселок Медведево, который находился на Тверской земле в Балаговском районе. В Ленинград Леонов переехал с семьей, когда ему было 4 года. Здесь он окончил школу и поступил в Ленинградское артиллерийское училище. Несколько лет он овладевал этой непростой военной профессией, а затем стал обучать этому других. Началась Великая Отечественная война. В училище прибывали новые и новые воспитанники и, став артиллеристами, уходили на фронт. Николай Леонов не мог им не завидовать. Один за другим он посылал рапорты с просьбой отправить его на фронт. И вот, наконец, наступает сентябрь 1944 года. Николай Леонов становится командиром дивизиона 350-го легкого артиллерийского полка, который воевал на Первом Белорусском фронте. Советская армия уже практически прогнала фашистов с родной земли и готовилась к освобождению Польши. Первая гвардейская танковая армия устремилась к Одру. За сутки танкисты проходили с боями по 40-60 километров. Обстановка менялась каждый день, а то и чаще. Артиллеристам, которые поддерживали танковое наступление, пришлось действовать в сложных условиях. Это Николай Леонов почувствовал в первом же бою. Сражение за город – новое место. Танкисты форсировали реку Пилецу и, освободив город, пошли вперед. Артиллерийский полк не успел переправиться. Его атаковали неприятельские танки и бронетранспортеры с автоматчиками. Вот-вот наши артиллеристы попадут в окружение. Начинается бой. Наши пушки бьют прямой наводкой с открытых, неудобных позиций. И тут Николай Леонов увидел, что одно из орудий прекратило огонь. Он подбежал к пушке, заменил выбывшее из строя наводчика и стал посылать один снаряд за другим. Стрелял он отлично. Загорелся один немецкий танк. Встали три бронетранспортера. Залегли автоматчики. Атака фашистов захлебнулась. 20 гитлеровцев артиллеристы взяли в плен. Через несколько дней 1-й дивизион полка получил новую задачу. Нужно было поддерживать танковую бригаду, которая продвигалась на город Кола. Однако в указанном пункте танкистов не оказалось. Танковой бригаде изменили маршрут, о чем артиллеристам не сообщили. Дивизион продолжал двигаться по указанному маршруту и оказался около города Кола. Николай Леонов, который возглавлял отряд разведчиков, увидел на подступах к городу немецкие траншеи, готовые к обороне. Немцы никак не могли ожидать, что в наступление пойдет не пехота, не танки, а артиллерийский дивизион. Увидев столь необычную наступающую колонну, немцы замешкались, однако вскоре открыли огонь. Артиллеристы приняли неравный бой. Головная батарея прямо с дороги начала обстрел вражеских позиций. В начале боя погиб командир дивизиона. Старший лейтенант Николай Леонов принял командование на себя. Он отвел батареи на выгодный рубеж, приказал занять круговую оборону и начал обстреливать оборону противника. Через несколько часов подошла танковая колонна и сходу взяла город. Навсегда осталась в памяти нашего земляка и битва за Берлин. 24 апреля 1945 года дивизион Николая Леонова подавил огневые точки противника, и наши танковые подразделения форсировали реку Шпрее. Уличные бои в Берлине. Артиллеристы под командованием Леонова огнем сопровождали танки и мотопехоту, которые сражались за каждый квартал города. 29 апреля 1945 года наши бойцы вышли к железнодорожному узлу Берлина. Гитлеровцы, закрепившись на насыпях, пытались остановить движение наших войск. Николай Леонов вместе с одним из расчетов, рискуя жизнью, выкатили на руках орудия под мост и обстреляли огневые точки врага. Вражеский огонь ослаб. Наши танки и автоматчики сумели преодолеть опасную зону. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях за Берлин и проявленный при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Николаю Васильевичу Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны он окончил военную артиллерийскую академию, затем высшие академические курсы. В 1977 году полковник Николай Леонов ушел в запас. Он умер 14 февраля 2013 года.